Бросок мангуста в Чёрное море Какую роль должен был сыграть Черноморский флот России в начале полномасштабной войны? Откусывается вся территория Бессарабии. Зачем крейсер Москва утром 24 февраля взял курс на остров Змеиный? Где Россия планировала высадить морской десант? Москва держалась на прямой видимости Одессы. Мы выйдем из Одессы. И как украинцы остановили Черноморский флот России, сорвав захват Одессы и всего юга? 24 февраля 1922 года после обращения Путина Россия начинает массированный ракетный обстрел Украины. Колонны бронетехники пересекают государственную границу и устремляются к своим целям. Но большая война начнется не только на суше. Рано утром 24 февраля из портов оккупированного Крыма выходят корабли Черноморского флота и берут курс на запад. У них свое очень важное задание. Остров Змеиный, Украина. Клочок суши площадью 20 гектаров в северо-западной части Черного моря. До полномасштабного вторжения на Змеином находится украинская погранзастава. А так вот мы тут не живем на острове Змеином. Утром 24 февраля на горизонте показалась российская эскадра. Крейсер «Москва» в сопровождении фрегата «Эссен» и патрульного корабля «Василий Быков». Российские моряки предлагают украинскому гарнизону сдаться. Прозвучит фраза, которая станет символом этой войны. На самом деле война на море началась даже раньше, чем на суше. Северо-западную часть Черного моря РФ объявила закрытой зоной под предлогом проведения широкомасштабных учений. Почему агрессор определил Змеиный как одной из приоритетных морских целей? И какие еще задачи должен был решить Черноморский флот? Об этом расскажу далее. В 1997-м, после многолетних споров, Россия и Украина поделят Черноморский флот. Чтобы склонить Киев на уступки, Москва придумала газовые долги, из-за чего ей в итоге досталось 80% всего имущества флота. 81,7 на 18,3 – такое процентное распределение. Было очень много манипуляций. Все комиссии, которые оценивали, преимущественно действовали в интересах России. К началу полномасштабного вторжения Россия усилит Черноморский флот кораблями Каспийской флотилии и Балтийского флота. Всего у агрессора только боевых кораблей около 80, в том числе большие десантные. 13 больших десантных кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов, загруженных под завязку оружием, десантом, боевой техникой. И эта группировка под прикрытием Черноморского флота во главе с крейсером Москва шла по прямой видимости Одессы. Задача российских десантников – взять контроль над украинскими портами. Идея была такова, что вот они захопливают, вот тут шли они из Херсона. Идея о том, что они здесь шли из Херсона, проходят Николаев, и они хотели перерезать через Воскресенск эту дорогу основную на Киев, соединиться с Приднестровьем. И потом удар группировки с Николаева, удар группировки с Приднестровья, высадка десанта, и после этого они могут соединиться в Николаеве. И откусывается вот вся территория Бессарабии. И откусывается вся территория Бессарабии. Однако это можно совершить, лишь когда сухопутное наступление увенчается успехом. Мы понимали, что город-миллионник взять высадкой десанта, ну даже с 13 кораблей – это каждый по батальону. Но это же не серьёзно, и при подходе треть будет уничтожена. Поэтому корабли выжидают. Русских на рейде можно увидеть невооружённым взглядом, просто из Одессы. Москва держалась на прямой видимости Одессы и ожидала удобный момент, когда сухопутная группа прорвётся в Одессу севера, чтобы одновременно сделать сухопутный коридор из Приднестровья и окружить Одессу, и будет нанесён удар с моря. В то же время ракетоносители Черноморского флота, среди которых четыре подводных лодки типа «Варшавянка», наносят удары по портовой инфраструктуре. Когда началась война, россияне сразу ударили по нашим портам, пунктам базирования своими ракетами «Калибр». Калибрами били также те же корабли, что мы знаем – адмирал Макаров, адмирал Эссен, три корабля типа «Буян-М». Если с высадкой десанта на материковой части Украины агрессор выжидает, то к вечеру 24 февраля русским удается захватить остров Змеиный. Почему на Змеиный? Почему Москва? Почему на Змеиный? Почему Москва? Россияне захватили в 2014 году систему объектов Черномор-нефтегаза. Там была размещена система наблюдения, которая была ушами и глазами российской группировки. И оставалась крайняя мера. Наш коридор в обход этой блокировки надо было перекрыть. И здесь поперек горла стоял остров Змеиный. После Змеиного основные цели – затока и Коблева. Первая точка, чтобы перекрыть поставки западного оружия Украине и отрезать нас от моря. Вторая, чтобы усилить российское наступление по суше. Был проведен противником целый ряд тактических десантов. Для этого использовались малые десантные корабли и вот те навороченные десантно-штурмовые катера «Раптор», которые они использовали достаточно активно не только для перевозки, но и для высадки диверсионных разведывательных групп. Российский десант пытается высадиться в Коблева уже 25 февраля. 25 россиян будут быстро уничтожены 28-й отдельной механизированной бригадой вместе с катером. Затока – это Днестровский лиман. Там есть короткая дорога на Румынию. Это стратегический маршрут. Для них было крайне важно его разрушить. Поэтому там «Рапторов» последовательно штуки три в том районе уничтожили байрактарами. «Ни одна из морских десантных операций России так и не увенчалась успехом». «На этом история с морской десантной операцией успешно завершилась. Тем более, что у россиян был провал на юге. Они отправили морскую пехоту на Мариуполь, где их успешно положили наши оборонцы Азовстали. И история победной войны русского флота на Чёрном море закончилась». Так почему же провалилось морское наступление россиян? Всё дело в том, что Украина также успела подготовить оборону. Через минные поля на украинских берегах десантники наступать не решились, ожидая подкрепления со стороны Херсона, которое в Одессу так и не дошло. Минирование было и на море. «К обороне подходили очень комплексно. Они боялись морских мин, и при этом даже одно судно россияне расстреляли. Это такой транспорт «Хельд» под эстонским флагом. Он шёл к Одессе, они его остановили и требовали пройти через минное поле. Он не пошёл, и они их просто расстреляли». Крейсер «Москва», основная задача которого противостоять крупным надводным кораблям в Чёрном море, был фактически бесполезен. Он преимущественно выполнял функцию противовоздушной и радиоэлектронной борьбы. После его затопления защитный купол над кораблями Черноморского флота был разрушен. За два года Украина уничтожила треть Черноморского флота, заставила Россию передислоцировать остатки кораблей из аннексированного Крыма в Новороссийск, прорвала морскую блокаду. Корабли агрессора теперь на пушечный выстрел не рискуют приближаться к берегам Украины. Битва за Чёрное море продолжается, но если взглянуть на сухую статистику, Черноморский флот её проигрывает с разгромным счётом. Катерина Бавловская, исторические факты.